Аплодисменты 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 Представьте, пожалуйста Пушка Петр Валентинович Сегодня вы голосовали за народное собрание Гагаузии, да? Да На что надеетесь? Что надеетесь? Может быть Гагаузия будет лучше, чем Молдавия Будет там правильного депутата Между прочим Здесь более-менее как Но Немножко независимые От Молдавы Что-то лучше Экономические дела В Гагаузии возможно лучше, чем Молдовы Строится больше, чем Молдовы Что еще? Тоже есть У нас А много кандидатов Как бы разобрались? Ну там я разобрался Некоторые не знаю Некоторые знаю Что будет Посмотрим Добрый день Добрый день Голосовали уже? Да Представьтесь, как вас зовут? Георгий зовут Георгий На что надеетесь? За что голосовали? Как все надеются на лучшее Мы тоже на лучшее надеемся Что может быть лучше, чем сейчас Повысят пенсию Может быть Все поднимается А Депутаты Гагаузские Пенсию не они увеличивают? Ну все равно Голосовали за президента И за всех же Голосуем Надеемся, что лучше будет Все, нет времени машина ждет Спасибо Представьтесь, пожалуйста, и скажите, как идет голосование на вашем участке Здравствуйте, меня зовут Коса Наталья, я председатель участкового избирательного бюро номер 7 города Камрад На данный момент мы сдали в окружной совет, у нас 63 проголосовавших 61 человек по основным спискам, 2 по дополнительным Голосование пока идет тихо, спокойно, жалоб нет Будем надеяться, что так и будет дальше Сколько всего по спискам по вашему участку? 2279 человек по основным избирательным спискам Возможно, будете ходить по домам, если будут Да, есть заявление на голосование на дому На данный момент у нас есть 27 заявлений Но заявление принимается сегодня до 15 часов дня С предъявлением справки от врача Пока таких не поступало А голосование как на праздник? Да Идете голосовать сейчас? Идем, идем, я не хочу, я плохо вижу и не могу разговаривать Вы что-то надеетесь на что-то? Выберем людей, вот кого мы поставили на этот и посмотрим, может будет лучше Эти только сидели в нашем округе Округе был дорогой Никогда не пришел спросить, как у вас, как что Все А мы его и не знаем Мы даже не знаем его Как вы думаете? На хорошую жизнь Давай на поддержку Ага, спасибо По самому языку надежды мало Почему? Потому что Поживем, увидим Не, ну Всю жизнь Всю жизнь на власти дорвутся, все забывают Люди забывают, да Ну Еще в 17 веке Куэт Михаил Лермонтов говорил Вляжу на будущее с боязнью Вляжу на прошлое с тоской И как преступник перед казнью Кругом ищу души родной Так что надежда Смешанные чувства такие, да? Да, да, надежда такая, что Как бы Не знаю на что надеяться До сих пор было плохо А вот А вот Какие взаимоотношения Вот Молдовы с Кишиньевым Камратов с Кишиньевым Хорошие и плохие? Гагрузская автономия была создана для спасения Гагрузской нации от исчезновения Про что ЮНЕСКО все время говорит Гагрузов Греции Можно сказать Ассимилировали Как уничтожили Гагрузов в Болгарии То же самое Нету их уже Гагрузов в Румынии тоже нету Молдавия Начала идти по тому же пути Урезая права гагрузов По сегодняшний день Как бы В кавычках Благодаря властям Гагрузии Гагрузы Не имеют своей автономии На родном языке Все тут Говорится Пишется Проводится на одном русском языке Понимаете в чем дело? Сегодня Дети Люди говорят Зачем давать Детям учить гагрузский язык Если им нет Была бы Гагрузия Здесь То они бы именно Учили его Чтобы получить должность Где-то А так Получается что Сама власть Из которой народ их выбрала Уничтожает Гагрузский язык Да и В Молдавии тоже Смотрите Правительство Депутаты Какие пенсии Зарплаты имеют А простой народ Ничего Вот этими законами Они выжили народ Отсюда Молодежь А здесь на уровне Автономии Как зарплаты Между верхушками и низом Здесь Здесь Немножко Меньше Перекос Ну и все законы Основные И все законы Депутаты Придумывают Новый закон Каждый закон Работает Против народа Любой закон Возьмите Даже Даже вот сейчас Сказали Пенсии поднимут Две тысячи Хорошо Это хорошо Ну что поднять Одним надо Кого-то Забрать Согласны со мной Или Инфляция будет Или вот Одни вышли На пенсию Чтобы они хорошо жили Им сделаем две тысячи А те которые Не успели Что получается Значит им вообще ничего Нет справедливости Согласны со мной Согласны Значит одному Даже Там 20 процентов Пенсии не дают А другому Давай еще повышать И показать что вот Ну дали кому Это неверно А представьтесь если Михаил Киося Уроженец Города Комбрата 61 год Году Если Бог дад Здоровье нам Да Как увидели до сих пор Что было И хорошее и плохое И то увидим Но мы надеемся Что лучше Да А что могут Депутаты Народного собрания Гагаузии Для народа сделать Что они могут Ну что могут Делать Они могут Помочь нам В пенсии Чтобы нам Добавили Ну вот Есть многие Одинокие люди Есть же С Райсобеза Люди ходят Покупают им Продукты что-то Это тоже хорошо Очень хорошо Потому что Одинокие Очень много Есть много Больных Есть очень Старенькие Спасибо До этого дня Что делают Все стараются Что-то делать Помогать нам Ну Будет еще лучше Вижу Больше Люди в возрасте Ходят на выборы А молодежь Как-то не видно А вы знаете Что молодежь Все В отъезде Уезжают На заработки И вот Мы здесь остались Мы уже и голосуем Что делать Если хоть Пройдут эти Голоса Чтобы было успешно Да Хорошо Будет А А А А А А А Субтитры сделал DimaTorzok